На улице еще темно, но они уже на посту. День у сотрудников дорожной полиции Сарова начался с рейда по соблюдению водителями маршрутных такси и автобусов правил перевозки людей. Как объясняют сами полицейские, рейд мера не карательная и задачи собрать как можно больше штрафов нет. Главная цель предупреждения ДТП с участием общественного транспорта. Техническую сторону, значит, в соответствии с правилами дорожного движения, в пункте 2.1 документацию водителя, значит, комплектация автобуса, соответственно, ремни безопасности пассажиров, самого водителя. Если это междугородние рейсы, то наличие тахографа, работоспособность его, ну, собственно, состояние водителя, наверное. Водители, несмотря на нежелание встречаться с сотрудниками ГИБДД, к остановке на дороге относятся с пониманием. За жизнь и здоровье во время поездки ответственность несет именно водитель. Этим утром на дороге вместе с полицейскими был еще и старший инспектор госавтодорнадзора. По словам Анатолия Миронова, есть перечень нарушений, которые встречаются чаще остальных. Чаще всего встречаются нарушения, это проведение перед рейсомет осмотра водителей и организация контроля техсостояния транспортных средств перед выездом на линию. Особое внимание инспекторы уделяют тем автобусам и маршруткам, в которых уже едут люди. Это дает возможность оценить, соблюдены ли условия перевозки. Меры к нарушителям принимаются адекватной нарушению. При проверке транспортных средств на линии, если выявляются такие нарушения, составляется административный протокол на водителей и акт осмотра транспортного средства. Собирается как можно больше материала, который впоследствии проводится либо проверка вне плана, либо административное расследование. И уже привлекаются к административной ответственности должностные лица и юридические лица. По закону в случае нарушения водителям правил, связанных с перевозкой пассажиров, на него может быть наложен штраф от полутора до пяти тысяч рублей. А вот юридическим лицам в случае нарушения ПДД придется раскошелиться на сумму до трехсот тысяч рублей.